Ассасинорума Ассасинорует агентов так, чтобы они преуспевали в том или ином способе убийств, Официо в целом может справляться с самыми разнообразными целями и тактическими ситуациями. Храм Мэр Роуз создали для подготовки оперативников, умеющих одновременно истреблять несколько объектов, например, командиров неприятельской армии или членов особо широко распространившегося культа хаоса. Адепты данного храма понимают, что какими бы умениями ни обладал Ассасин, сложность убийства каждой последующей цели для него возрастает по экспоненте, так как первое же устранение побуждает врагов насторожиться. По этой причине агентов Мэр Роуза превращают в живое оружие, они могут уничтожать большое количество людей, не применяя никакого оснащения, кроме собственных тел. Поскольку даже самое тщательно обслуживаемое снаряжение может отказать в нужную секунду. Такие ассасины обычно вторгаются в зону скопления объектов и как можно быстрее расправляются со всеми присутствующими целями второго порядка. Основателями храма Мэр Роуз в 40-м тысячелетии стали еретехи, выполнявшие особое поручение официо ассасинорум. Столетия ушли на то, чтобы вынудить Адептус Механикус разработать нелегальную технологию, требующуюся для создания новых уникальных агентов. Разгорались настоящие войны, а в оплату за необходимые исследования и испытания жрецы Марса получили одну из СШК. Летопись храма Мэр Роуз началась с огромного секретного лагеря для экспериментов, где тысячи заключенных подверглись переработке в генетический материал, нужный для производства первого ассасина. Её звали Легенштрассе, и в её организме запретные технологии сочетались с генами, полученными от скрещивания мутантов и взятыми от ксеногибридов, вероятнее всего тиранитских подвидов. Предполагалось, что Легенштрассе, как и весь храм, не будут нуждаться в оружии для выполнения заданий. Каждого агента Мэр Роуз планировали вывести на уровень подготовки, при котором он гарантированно мог убить свою первую цель, после чего особые мембраны в его теле поглотили бы биомассу жертвы. Получив новый генетический материал, ассасин запустил бы стремительные мутации организма и продолжил устранять объекты, поглощая их плоть и становясь всё более могучим. Предполагалось, что оперативника этого храма будет практически невозможно убить. В какой-то момент оперативница вышла из-под контроля, решив, будто может в одиночку перестроить империум так, как считает нужным. Легенштрассе представляла настолько серьёзную угрозу, что ассасинорум добровольно заключил сделку с демонами и космодесантниками Хаоса из Легиона Пожирателей Миров, попросив их атаковать отдалённую планету Опис, где скрывалась убийца. Афицио потратил десятки лет на то, чтобы засеять невинный мир культами тёмных богов и подтолкнуть население к мятежу против Императора. Это стало причиной расследования, которым занялся лорд-инквизитор Кокропс с помощниками. Но по прибытии на Опис самого агента трона и почти всю его свиту, за исключением одного сотрудника, перебил оперативник Виндикар. Вину за деяние возложили на растлённых властителей планеты. Опису фактически объявили войну. Чтобы восстановить порядок в мире, туда направили имперскую группировку воздаяния, состоящую из десятков полков Астромилитарум и внушительного соединения Астартес из Ордена Имперских Кулаков под началом Дарната Александра. В Ассасиноруме втайне надеялись, что Легенштрассе попытается ускользнуть с планеты, охваченной сражениями, и ей придётся выйти на свет. После чего у Афицо возникнет шанс, наконец, расправиться с убийцей, находившейся в бегах почти тысячу лет. На поле битвы оперативница демонстрировала почти божественную мощь. Во время схватки в городе Кре, она успешно противостояла капитану Дарнату Александру, отделению его штурмовых десантников и ветеранам первой роты, а также чемпиону Ордена Имперских Кулаков и магистру Храма Кулексус, одновременно уклоняясь от снайперских выстрелов отделения скаутов и лорда Скулта из склада Виндикар. Тогда погибли несколько Астартес и госпожа Синцелла, повелительница Кулексусов. Во втором сражении с Лигенштрассе капитан Лиссандр командовал отделением терминаторов, эпистолярием из первой роты, чемпионом Императора Укалегоном, магистром Виндикаров и агентом Эверсором. Лишь этот берсерк бился на равных с ассасином из Мерроуса. Но даже он потерпел поражение. Зная, что Эверсоры всегда детонируют после смерти под воздействием смеси из химикатов и наркотиков, Дорнат поднял черный меч павшего у Голегона и, пронзив убитого оперативника, вместе с Лигенштрассе пригвоздил их к колонне. Последовавший взрыв нанес ассасину-мутанту тяжелый урон, отравив ее ткани. Лиссандр снес голову врага уцелевшим клинком, однако Лигенштрассе все равно продолжала жить. Чтобы окончательно избавиться от нее, капитану пришлось размолоть ее тело в пыль ударами громового молота. Только сам Дорнат выжил в том последнем бою с отступницей. В итоге с агентом Мерроуса было покончено, но лишь ценой огромных потерь среди гвардейцев и космодесантников. После смерти Лигенштрассе ее храм, по сути, прекратил существовать. Однако Дорнат предупредил ассасинорум через посредников в Инквизиции, что официо нажил себе грозного врага в лице имперских кулаков. Когда втянул первого капитана и его людей в войну, разожженную оперативниками для исправления собственной ошибки. Поскольку при создании Лигенштрассе использовалась ДНК чужаков, она, будучи женской особью, откладывала яйца, из которых появлялись на свет новые ассасины. Известно, что как минимум одна такая кладка дала приплод, и вышедшие из нее новорожденные существа заживо съели целую роту имперских гвардейцев. Официо столетиями выслеживал отпрысков Лигенштрассе, но о том, удалось ли уничтожить их всех, сведений нет. Субтитры создавал DimaTorzok